В международных играх непокоренных второй год подряд будут участвовать украинцы. Сегодня стартовал финальный отбор участников в национальную сборную. 15 украинских военных будут бороться за медали в Австралии, где и состоится финальное соревнование. Подробности знает Юлия Жешко. Бывшие и действующие военные, представители силовых структур, журналисты и волонтеры все собрались здесь, на столичном стадионе Пионер, чтобы определить 15 человек, которые представят Украину на соревнованиях. Герои никогда не перестанут быть героями. Такими словами открыли отбор финалистов Invictus Games. Каждый из участников имеет шанс попасть в национальную сборную Украины и привезти медаль из Австралии. Ветераны объясняют, каждый участник выбирает вид спорта, который должен соответствовать его способностям. При этом важно учитывать характер травм. Они есть у всех участников соревнований. Стрельба с лука. Я в срочную службу служил здесь, в городе Герои Киеве, во внутренних войсках, на должности снайпера, стрелка. И как, ну, хорошо всегда стрелял, и решил попробовал, как-то у меня получилось. Здесь около 200 бывших военных, не считая зрителей. Ветераны соревнуются в стрельбе из лука, пауэрлифтинге, гребле, легкой атлетике и волейболе. Остальные участники, выбравшие плавание и велоспорт, состязаются на других площадках. Все признают, в этом году попасть в сборную гораздо сложнее. Конкуренция большая. По сравнению с прошлым годом, две присяги принимал на верность Украины и украинскому народу. Но теперь по спорту. В 16-м году демобилизовался, в мае. И вот сейчас, думаю, поднять наш прапор в Сиднее. Напомню, на соревнования Invictus Game Украина отправится второй раз. Только в нашей стране участников набирают из всех силовых структур. Для военных это возможность и выявить сильнейшего, и просто пообщаться со служивцами. На самом деле, главная задача соревнований совсем не медали, говорят организаторы. В первую очередь, Invictus Games призваны помочь бойцам вернуться к полноценной жизни. Но для военных спортивная составляющая все же не на последнем месте. Многие из них мечтают побывать на австралийском континенте и завоевать для страны золотую медаль. Имена счастливчиков, которые прошли отбор в национальную сборную, назвал президент. Петр Порошенко прибыл на награждение. Вы все уже победили. Это я всегда стверджаю. Перемогли тем, что вы сейчас тут, на этом стадеоне. Перемогли тем, что вы нездоланны. На тех, кто полетит до Сиднея, лежит огромная ответственность. Высоко держать украинскую планку на играх, нескоренных на Invictus Games в Сиднею. Забезпечить, и это мое президентское прохание, забезпечить результат, принаймні не гірший, ніж в Канаде. Хочу наголосить еще одну важливую новину. Я без никаких коливаний поддержал инициативу, что необходимости создания качественных условий спортивной реабилитации воинов АТО. Само сегодня, с вашим уважением, я подписываю указ про поддержку развития системы спортивной реабилитации участников боевых действий. Игры непокоренных состоятся этой осенью в австралийском Сиднее. В соревнованиях примут участие 18 стран. Юлия Жешко, Вадим Сверидонов. Подробности. Телеканал Интер.